Начало фонду положил закон Украины об обязательном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профзаболевания, повлёкшие утрату трудоспособности. Такой документ вышел в 1999 году, а уже на следующие профильные управления были чуть ли не в каждом регионе страны. В Севастополе о структуре заговорили в сентябре 2000-го. Возглавил её Николай Суров. Николай Суров говорит, на тот момент только в Севастополе в поддержке государства нуждались более 500 человек. В основном это люди, бывшие работники предприятий банкротов. Когда я только приехал назначаться в Киев, уже мне показали письмо от наших пострадавших, мол, когда что-то создастся и когда, наконец, мы будем получать нормальные свои деньги. Фонд выплачивает 100% среднего заработка по больничному листу, то есть оплачивает временную нетрудоспособность. Хотелось бы отметить, что наш фонд платит с шестого дня, первые пять дней оплачивается за счёт работодателя, а всё остальное оплатит фонд. В первую очередь в фонде нуждались инвалиды труда. Люди, утратившие трудоспособность на производстве, долгое время оставались социально незащищёнными, говорит Анатолий Разводов. Все инвалиды получали, почти что в первой декаде каждого месяца получали вот эти вот пособия свои. Поэтому как раз с выходом этого закона, конечно, все проблемы были сняты. В управлении подчёркивают, выплаты производятся в полном объёме и без задержек. Кроме материальной части, пострадавшие получают бесплатное лечение, дополнительное питание, глазное и зубопротезирование, автомобили, реабилитацию в санаториях. Валентину Старшикову здесь знают уже год. У неё был перелом позвоночника. Производственную травму получила на стройке. Лежала долго в больнице. Мне очень большую помощь оказал фонд по несчастным случаям. Они принимали участие в реабилитации, в лечении материально и морально. По данным управления, ежегодно в Севастополе происходит 60-80 несчастных случаев на производстве. До 10 человек гибнет. Здесь говорят, раньше цифры были больше. Отмечают, благодаря профилактической работе специалистов, количество несчастных случаев снизилось в три раза. С целью избежать травм на рабочих местах и рассказать об охране труда ежегодно сотрудники посещают порядка 250 городских предприятий. Если раньше самое опасное было у нас строительство и судоремонт, сегодня их меньше, сегодня у нас в лидерах, я уже не встаю это дело повторять, такие отрасли в первой пятёрке, как здравоохранение и народное образование. Если спотыкаются на лестницах, падают с высоты и так далее, то это такие травмы на производстве. Никуда ни денешься, они были, есть и будут. На сегодня на учёте в управлении соцстрахования от несчастных случаев стоят около 600 человек. Всего же за 13 лет работы структуры было расследовано почти 2000 происшествий. Ольга Демичук, Денис Александрович, программа «Наше время».